Активные долголеты действительно минимизировали походы к врачам, ведь скандинавская ходьба оказывает положительное воздействие на весь организм. Укрепляет мышцы и дыхательную систему, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Перед фестивалем атлеты традиционно сделали разминку. Действительно, северная скандинавская ходьба, можем называть ее как угодно, она дает людям жизнь, она дает и здоровье, и психическое, и физическое здоровье, что в наше время немаловажно. Фестиваль скандинавской ходьбы стал местом объединения спортсменов со всего Ленинского округа. В нем проверила себя на прочность и подрастающее поколение. Всего на дистанцию вышло больше ста человек. Люди готовы и на 5 километров идти, и на любую дистанцию. Просто зависит все от скорости. По функциональному состоянию люди могут сами проходить с дистанции в свободном темпе. Нет соревновательной темы, есть соревнования только с самим собой. В Ленинском округе фестиваль северной ходьбы проводится седьмой год. В муниципалитете этот вид спорта стремительно набирает популярность, благодаря целеустремленным участникам клуба активное долголетие. Вот первый раз на таком мероприятии. Заряд бодрости, все так организовано. Ну я чувствую себя бодро, еще бы прошла эти два километра. Ольге Черненко в этом году исполняется 70 лет, но она полна сил и энергии, чтобы завоевывать очередную награду на фестивале скандинавской ходьбы. Под руководством тренера Лидии Козловой Ольга преодолевает новые расстояния. Однако сама отмечает, что для нее важнее общение. Вплоченность, дружба. У нас коллектив такой, у Лидии Николаевны очень дружный. Нам очень приятно общаться здесь. И нам с видновскими, мы уже не первый раз общаемся, и с их тренером тоже. Нам очень здесь хорошо. В конце дистанции каждому гостю были вручены медали участников фестиваля. Инга Янчук, Кирилл Махров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.